приветствую вас дорогие друзья сегодня у меня будет видео с нашим уже расскажу геннадием гавриловичем офицером запаса которым уже не первый раз видео записываем и вот сегодня хотелось бы с ним как специалистам как профессионалам поговорить о ситуации происходящей внутри нашей страны ему все говорили про там воины которые происходят на украине да а то что происходит внутри на страны сейчас некие нападение происходит белгородской области атаки сплотника вот где на рублевку вот об этом говорить с вами как специалистам хорошо приветствую вам приветствую всех слушателей нашей передач и перейдем давайте к делу уважаемые граждане жители нашей страны что же должно произойти или что случится чтобы мы с вами проснулись и поняли что у нас идет сам настоящий война и надо как тысяча двенадцатом году чтобы наполеон дошел до москвы или как сорок первом году гейтер со своими сателлитами союзник дошел до опять до москвы мы тогда проснулись я думаю что если в этот раз такой произойдет то мы с вами уже ничего не сможете а потому что уже будет поздно поэтому давайте как это просыпаться под понять уже понять что война пришла в наш дом уже второй год и что-то делать для этого чтобы понять надо забраться в обстановке я думаю что у нас среди народа есть лидеры есть как патриота настоящий который к вы сейчас даже до людей доносить вот эту искру понимание что нельзя отсиживаться нельзя молчать нельзя возмущать нельзя криво надо делать давайте будем делать а делать что понятно мы сами берем сегодня два вопроса только первое как это нападение на преграничной области и преступность эмигрантов эти к первому вопросу прежде чем первым поступить про падение преграничной области давайте еще раз напомню разберемся что же у нас за обстановка стране кто у нас чиновники что если представляют уже с вами разбирали еще раз знаю что за 30 лет у нас выращены чиновники очень интересные в этой в этой степени какой-то мы виноваты с вами их разделить на из групп первая группа с началом специальной военной операции на украине это группа чинов затаилась ждет куда же ветер выйдет в какую сторону им потом метнуться вторая группа еще больше начал воровать и хапать потому что у война оказывать родная деньги выделяются большие на разные нужды вот они их воруют вы же позволяем третья группа чиновников саботирует почему саботирует потому что она сейчас работает нужно что-то делать думать они привыкли собаки не привыкли думать не привыкли принимать ответственное решение поэтому они саботируют решение президента решение правительства четвертая группа это предатели которые кажется всей душой на западе работают на запад деньги отсылает свои назад количество перевода сейчас увеличиваться топ капитал возрос ну и наш олигархи это отдельная аэнстезия олигархов никогда не было родины у них родина там где деньги поэтому они работают как и цене на россию и еще самое главное товарищи поймите что если бы укры не знали бы истинного положения в россии они бы так себя не вели нагло они очень хорошо прекрасно понимает кто им помогает сколько у нас они прекрасно знает как допустим вас прошла работа по про генис областях по организации отрядов территориальной обороны как как бы все это организован взаимодействие на четко понимает что это все на бумаге высоко зашло на деле нет поэтому они прекрасно знают о наших слабых местах а наших дырых брешек их используют и будут так делать покажи вы будет так давайте будем просыпаться и что-то делать прежде чем перейти к первому вопросу алан пару вопросов значит вот после нападения когда первое нападение было диверсанты брянской области было и заслуживание и и в той же теперь белгородского было заслуживание общественности депутатов антиритического комитета этих областей то есть что сделано конкретно они бывают пуши чиновники у нас отчитались особенно брянске за неделю до тока был на понише все сделано все нормально белгородского без то же самое но на деле это оказывается и этого нет и это нет и заводей для них же все нормально это что значит освоить же это не сходит насколько вот писали по крайней мере в открытых источниках 10 миллиардов только вот на усиление обороноспособности белгородской области там эти вот зубы эти расставили беру на 4 то есть средства освоены переходим к первому вопросу жители приграничных областей вы должны понять что при таком отношении чиновник их своим обязанностям никто из них не будет думать и заботиться о вашей безопасности они докладывают наверх все нормально врутся многим образом а мы ждем чего-то нет как бы спасение рук утопающих дело рук самих утопающих поэтому давайте сами создавать эти отряды территориальной обороны найдутся командиры среди вас найдутся сухтара найдутся прибыватели которые помогут организовать обучить подготовить и состав дальше как биться во первых порах с оружием вопрос есть участие людей на законных основаниях дальше надо власти любить а если подумать то без их ситуации не бывает всегда можно найти способы как достать это оружие чтобы быть а то получать интересный губернатор долю суд лотков призывает охотников не вступать в перестелку с террористами на ком больше заботиться граждане своей страны и жителях или о террористах которые проникли наши да если он нормальный охотник он знает свою местность он может нанести урон этим диверсантам и сам остаться живым не предел а это получает непонятно не очень призывы или как его заявление в телеграме как бы написано что мы найдем закон на обосновании как вооружить отряды территориальной обороны применять но это тоже как-то нормальные здраво рамки вмещается что-то у него или с головой не в порядке или он как из продолжает работать не на россию по-другому нельзя сказать поэтому надо создавать отряды дальше как виться опять же люди подскажут то есть организовать взаимодействие пограничниками с росгвардией с администрацией а дальше подскажут как вести службу то ли это будет куда сути дежурство то ли это будет патрулирование допустим определенным время и в определенным местам или это будет наблюдательный пункт или секреты или другие формы здесь же много опыта богатые просто на включать соображалку и делать исходя и обстановки тогда не будет так безнаказанных укры как эти диверсанты и прочее хозяйство на земле мы дадим отпору в наших силах это так что больше добавить нечего не надо за все эти годы отучили ты самой самоорганизации нас приучили к тому что государству платим налоги довольно таки немаленькие да там ну большие налоги мы платим и соответственно за эти налоги там и за то что они как бы ресурсы из страны вывозят они должны были обеспечить безопасность жителей живущие на нашей территории в это же самое время как бы теперь получается людям самим нужно говорить и спасение утопающих дела рук самих утопающих но люди психологически к этому готовы по моему не очень готовы это первое второе вот по поводу раздачи оружия но и лишь надо пользоваться научиться потому что но за взаимодействие какое-то да там как-то пользоваться этим оружием надо научиться они я же по ним чего власть боится она больше всего боится вооруженного как бы население почему потому что вооруженное население это уже не обыватели которые там в урны бросают какие-то бюллетени либо не бросают и делают вид что бросают это уже совершенно другой субъект так человека забывателя превращается в гражданина а там уже мне кажется сильнее чему как вы говорите укров это я понимаю но повторяю указ есть о создании кажется третяльных отрядов территориальной обороны на основе это надо действовать и не не бояться надо сейчас мы должны заставлять разными способами власть работать и да губернатор даже выделить определенную дополнительные суммы раз они куда-то делите на обеспечении этих надо спрашивать и требовать вот чем-то то что должна власть ты же видишь как как она у нас работает поэтому давай не будем ждать что-то у моря погода не ну так давайте вы нажите сейчас вот я сейчас решу например вас эти организовать какой-то отряд территориальной обороны так я попаду сразу к угле центр противодействия экстремизму потому что там очень тонкая грань между отрядом территориальной обороны организованной преступной группы понимаете это же быстро же статью то быстро найдут под вооруженные группу лиц если мы будем предварительно как волна рация даваться и 30 хауза тоже ничего не будет есть положение о том что при миссии областях сейчас прошлого года должна эта работа привести губерната доложили что отряды территориальной обороны созданы а где же его граничного бы не ради перебивайте перебиваю вот я живу приграничной области мы у нас граничным с грузия до грузия страна которая воевала на пресс-южной осетии три раза за последние 30 лет да то есть там постоянно перманентные конфликты происходят и по идее у нас тоже должны быть отряды территориальной обороны но никто тоже помню создают особо некий там терророборону или еще что-то за счет как главный ситуация назревается за счет вас надо поднимать понимаешь пока у нас сейчас допустим на фронт идет к видится вот у нас западная граница все фронтовая полоса у нас поэтому там этот вопрос должен у вас стоять и не надо смотреть на чиновников и считать да и найдутся некоторые над которым начнут кричать начинала грузы ты как что типа это террористы будущие эти тогда не всегда будут такие просто естественно власть не заинтересована да поэтому они саботируют поэтому театр это саботаж по-другому не зовешь поэтому еще повторяю что нужно делать самим здесь не хорошо с чего начать в видео с чего человек конкретно может начать вот он как бы понимает живет в граничном регионе брянской области вот чего ему посоветуете что ему нужно сделать конкретно вот он человек у него есть соседи вот что ему сделать охотничьего оружия нет сначала надо будет найти лидеров кто возьмется за организацию поможет кто насчет людей готовить есть лидеры я не верю что нет есть везде просто надо понять им что им нужно вставать не не ждать когда власть придет и и скажет давай ты нет этого не будет если мы хотим повторяю обеспечить свою безопасность значит нужно делать если нет разве не меня мы найдем тысячи отговорок и на что сослаться по-другому не будет даже сами понятия резал все это можно и как жила формирует сейчас некоторых городах дружины вот как бы пытается как допустим подготовку и обязанных идет на все с началах у нас видание так же но не со стороны властей что если мы бы стали ждать когда власти это будет мы бы долго ждали понимаешь еще повторяем мы даже сами другого пути нету это не нарушение это не предать это именно как раз то что нужно делать значит придется делать так и в то же время заставляя власть нет другого пути я не вижу пусть подскажут мне другие пути если ждать когда власти решат боже это год видим как это все решается решается и будет долго решать пока мы видим и у нас не уничтожен тогда вдруг вспомнит хорошо к вот население обороняться беспилотных летательных аппаратов это зиму что вы можете посоветовать это серьезная угроза сейчас вот на рублевку там прилетели серьезная угроза но здесь тоже можно с помощью такого оружия эту проблему решать потому что они же уязвимы они же летят не на больших высотах чтобы их не попадать в зону действий полонишь от низко поэтому даже вот есть предложение читал что допустим надо увеличить количество зенитных установок других и так далее то чтобы убивать их на подходах все сотряда самобороны вполне цида чем могут решать я говорю что есть люди найдутся подумать все это решает безвыходы сюда то не бывает всегда когда люди решают ситуация решает что когда бы тыс на 412 году когда поляки захватили нашу столицу москву и у нас заполчение создалось вооружилась и погнала что в 312 году то в сорок первом году давайте не будем ждать еще года что проснуться ибо слишком забудут большие потери дело-то главное у нас самих мы не хотим просыпаться не хотим понять что война уже пришла что все нет как из спокойных мест поэтому надо думать и решать и заставлять власть давай ко второму да и второй вопрос который как бы он связан с первым вопросом и тогда он связан конечно большого количества мигрантов которые вот сейчас ну даже официальный по неофициальным каналам сейчас в россии переезжают из стран ближние дни читаете звонят смотрю но там опять все чуть-чуть ругается измущается да хватит возмущаться хватит ругаться надо немножко вспомнить историю во-первых всегда порядок на улицах во дворах что в царской россии что совсем советской социал должен подвергаться общество соска россии это были старосты и помощники советского совета были дружинники которые помогали сейчас надо возрождать ничего нового нет возрождать старое здесь надо понять вот что ведь опять попросить грантами это что что-то новое нет чем здесь причина первую очередь предательстве чиновников где миграционные службы в полиции и в администрации что они не знали об этих случаях знали все что нужно так потребовалось обращение жителей района котельника президенту только после этого вдруг были приняты мера до это почему принимались значит первую очередь получит она спросить со всех административных органов полиции миграционные службы и администрации почему из того же собянина которую сейчас ведь вот мы решаем нет потому что действительно если ты будет один только наскок то они отсидятся и опять начнут еще с больше злостью и подлостью у нас над давить то вас краса поэтому надо понять и в этом вопросе что это спокойно решать мне саму приходил состав с этими грантами когда спокойно сильно говоришь и давишь на них что вы живете в нашей стране так будьте добры уважать наши законы из не нравится он как говорится ворот или флаг вам руки ветер заняться дуйте свою свои республики и там они так что поэтому еще второе это вопрос сразу не решается с помощью чиновников а вот с помощью общественной запаса решается создавать дружины по течение общественного порядка все привлекать полицию пусть допустим доставшие допустим 5-7 человека одного полицейского все присесть как представить и власти а это и помощники и все и дальше второе нужно то есть организовать патрулируем в той или иной форме и со второй самое главное ну раз неделю или раз в день недели но не реже проводить дрифинке где власть совместно с полицией и миграции отчитывают о том что проделала конкретно а предсовете дружины и кто-то так сказать активисты подтверждает или опровергают то что нужно очень научились здорово врать поэтому сразу камниграт это играть нет этого нет это не сделано или задержали опять отпустили нет надо у нас же есть при закона то что лишь лишат гражданство есть они нарушают наши законы все поэтому дружинники таких обнаружили все сдали их и на контроле что с ними сделал они также по беседы отпустили никаких бесед сразу туда за кордон и все пусть там ковица издалека наблюдает это же 5 колонна который тоже идет сигнала к действиям все надо прекрасно понимать и здесь опять хорошо по работе на чиновники поэтому уважаемые давайте не будем не все тут не возмущаться а начнем что-то делать лидеры найдутся кто поведет хватит спать надо браться с дела и обеспечить и безопасность своей страны и безопасность себя все я думаю достаточно спасибо геннадий гаврилович меня всегда ваш оптимизм подкупает 10 раз 10 раз еще объяснить да что понят достаточно думаю да мне всегда ваш оптимизм подкупает знаете вот как сказать я понимаю что сознание спит же сознание по большому счету да говорить народа и обычно вот мы правильно примеры привели что русский народ в большом смысле этого слова просыпается только когда уже враг то ли москву оккупировал уже да то ли вот-вот уже оккупирую да то есть в этот момент что там включается в голове а до тех пор пока ну вот все так разброд и шатание каждый считает что это как бы не его делал не каждый там но основная масса до населения такого на же общество это было до ясно как говорится есть русская по сути на бога надейся сам не оплачает а второе людям подсказки идут помощь идет в виде бесед твоих виде других людей сейчас везде но есть извините меня вы не хотите присутствует не хотите просыпаться до часть народа у нас сейчас привык на спокойной размеренной сладкой жизни да даже во время операции сейчас хочется ездить отдыхать за границу да вот это товарищи не обессудьте когда у вас ситуация будет очень трудно и тогда я допустим таким буду просто пить было искать иди отсюда или бери винтовку и защищать или ничего орать тебе были подсказки была помощь и прислушаться но фиг с тобой все давайте кажется по-другому никак а можно еще вот от вас как от профессионалов в области диверсионной всякой деятельности ну какой-то небольшой прогноз потому как будут действовать украинские вот эти вот как сказать диверсанты не знаю как войска которые нападают на ограниченные регионы как сказать не провидит но это не провидит только могу сказать одно что пока будет существовать государство так называемое все в до государства украинская такой термин появился они будут пакостить всеми с возможными способами есть им дадут атомную ядерную бомбу они ее применить не задумываются поэтому пока колеса у них есть слабость они разными спортом все и здесь это очень хорошо видеть они получили результат оплёны же видеть что реакция со стороны пока слабо если не сказать нулевая наши чиновники опять ничего не получили по головам наоборот за счет того что кажется произошли эти теракты допустим 500 домов там от белгородской области до этого попрыжено было и подали это новые деньги новые откаты им хорошо народ молчит они это очень хорошо оценивать заценивать поэтому будут продолжать то есть пока есть слабые места у нас они будут бить 5 или сам до тех пор пока или мы простёмся или уничтожит нет я хочу сказать что но само собой не рассосется да то есть они сами по себе не перестал надо делать даже будет только она по нарастая щите вот именно поэтому не надо то есть и не просыпается люди значит потом будет горько похмелье не обессудьте граждане до вас информацию довели что делать каждый сам должен понять и у кого есть какие то должен помогать все для победы кто материально кто кажется на фронт пошел кто допустим там пошел вообще дружину народное территориальное ополчение все пожалуйста и тогда мы победим потому что ваша сила в единстве а пока единство нету сожалению и пока мы это не поймем то в моральном плане мы еще пока укрыв не при убедении таскать не осилили войне сначала повреждать на психологическом плане а потом только физическом психологическом плане пока не нас сильнее потому что видите одерживают определенные победы как таскать кричат как это сказал что когда с этим то что было нападение там армии соса министерства обороны отчиталось что уничтожили там 69 этих диверсантов они потом пресс-конференцию давали на украине уничтожено диверсант они проводят там вред сыграть кого уничтожили живой живые то есть получается пока мы врем официальный обманом себя и наших граждан ничего не получится поэтому давайте люди еще повторяющим будем просыпаться выручу внимание давайте делать что-то спасибо большое геннадий говорилось до скорых встреч